Это такой, знаешь, эффектерный такой. Да, с таким же успехом мы доходили до Казани. Это советская национальная идея. Русская национальная идея на данном этапе очень проста. Давайте соберем в России все деньги и всю власть, и отдадим русским. Это кому? Тебе, что ли? Да хотя бы мне. Тебе, да? Хуй тебе. Но это не только... Как говорит тоже наш его знакомый, хуюшки теперь. Само собой, что хуюшки мне, а деньги у вас будут у сенатора Готарова, да? Который будет эти деньги пиздить, после чего приходить и рассказывать по многонациональности, чтобы ему не мешали эти деньги. Давай идти про улицу. А то есть ты считаешь, что если отдать тебе, ты через год, наоборот, гарантируешь, что ты не будешь пиздить деньги, да? Абсолютно. Да? Посмотри, в меня больше не влезет. И даже ты не совсем русский. Я тоже точно не совсем русский. Совсем не совсем. Ты понимаешь, вот, когда ты, например, так же, как и сенатор Готаров, ты постсоветский. А ты-то какой? А я русский, потому что моя главная лояльность, она к русской нации. А ты к русской нации не чувствуешь ничего. Ты к русской истории не чувствуешь ничего. Ты к русской литературе не чувствуешь ничего. Это почему ты так решил? Почему ты меня видишь первый раз? Ты вот пришел в облако в стонах, блядь, и рассказываешь вот такую очевидную хуй, ты не чувствуешь. Ты еще скажешь, блядь, ты приложил лед к воспаленным векам, и сейчас у тебя потекла кровь. Я русскую историю знаю приблизительно раз в 15 больше, чем ты. Ну так, просто чтобы ты понимал. И ты сейчас сидишь и говоришь мне, что я постсоветский, блядь, человек, а ты человек русский. У тебя папа с мамой кто? Папа с мамой абсолютно русский. То есть они русские, они советские? У тебя папа Столыпин, а мама у тебя балерина императорского балета, что ли? Ну, более-менее. Ну, кто они такие? Ты имеешь в виду по социальному происхождению? Безусловно. Они из русской интеллигенции. Это что такое русская интеллигенция? В Машбюро машинистка, она тоже русская интеллигенция? Нет. В Машбюро это, собственно говоря, служище. То есть они работники, проще говоря, советского НИИ? Нет, не советского НИИ. Отчего? Отец мой центральный режиссер, мать ему центральный художник-постановщик. А, ну то есть вот они такие вот... То есть вот они спасают Россию, а Эльсон с Бурблисом ее разворовали. А театральные, блядь, художники. Вот мы и договорились за суть. То есть ты такой обычный отпрыск московской интеллигенции, которая сидела на кухоньках, пила натурально, когда венцо, а когда, может, им и портмушку привозили, и рассуждала о том, что, конечно, так дальше жить нельзя. Потом эта русская интеллигенция карнавала Эльсона. А теперь ты такой весь из себя россиянин пришел и хочешь вернуть Россию русским. Абсолютно. Как ты будешь ее разворачивать? Прости, а ты не хочешь вернуть Россию русскую? Я очень хочу, но не с тобой. Вот честно. Не со мной окей. Хорошо, с кем ты собираешься возвращать Россию русскую? Я? Окей, я плохой. Я просто пытаюсь вспомнить то благословенное время, когда Россия привлежала русским. Видимо, в то время, когда государем самодержцем, как писал он сам в анкете, хозяином земли русский, был вот этот вот немчик. Со своей немецкой женой, немецким сыном, гемофилитиком. Ты понимаешь, немчик носил на себе значок члена союза русского народа. Немчик из тайных фондов МВД выделял огромные деньги на построение сразу двух русских национальных партий. Так. Немчик из своих личных земель раздавал землю в Сибири русским крестьянам, которые это могли получить фактически за бесплатно. И потом этого немчика натурально наебнули за восемь месяцев. Это уже второй вопрос. Знаешь, кто наебнули? Наебнули твои родители. Театральные режиссеры, которые сидели и говорили, подписуй думу, подписуй думу, подписуй думу. Которые сидели и говорили, блять, надо как в Англии, надо как в Англии. И когда он подписал отречение, эти театральные режиссеры вместе с товарищем Кересом сказали, а давайте ты, сука, нахуй, поешь в царское село, и мы тебя быстро... Прости, я пропустил момент, когда военное масонство превратилось в театральных режиссеров. Это какая-то очень незаметная для меня. — И к военному масону с никого отношения не имеешь. Почему? Потому что, ты понимаешь, что военные, к сожалению, вот в тот момент, когда им надо было сыграть, они же были, в отличие от нынешних военных, людьми благородными. И они не захотели, наверное, крови. А Керенский не захотел с ними договариваться. — Они не захотели крови. Люди подумали, что они, как бы, в свете приближающей победы в Первом мировой, могут немножко устроить классический дворцовый переворот. Там же, как бы, первым делом кто ж надел красные банты-то революционные? Собственно говоря, великие князья, которые показывают, что да, вот у вас плохой царь Николай, — Дайте нам картинку крупную из того, кто выступает сейчас на сцене. Говорят, чтобы выступать на артисты. — Обедом в Первой мировой войне ты делаешь вот какой? Растерзанный брусиловский прорыв? — Брусиловский прорыв, опять не брусиловский, а алгутский. А во-вторых, вся революция происходила накануне приготовленного гигантского весеннего наступления, которое должно было... Там были заготовлены... — Я, главное, сейчас ты уходишь в историю, которая людям нихуя не интересна, а ты, блядь, продолжаешь свою эту, так сказать, ебучую тему, что мы, значит, не русские, а ты, сука, русские. Вот ты сидишь тут. Это, конечно, полный бред абсолютный, потому что здесь сидят... К сожалению, здесь в студии сидят три русских, и нам, в общем, не о чем спорить. — Так глобально, к сожалению. — Но это глобально, да? — Поэтому мы спорим о государе-императоре, покойнике, которого еще в 18-м году грохнули. — Нет, спорить надо вот о чем. Раз мы сидим такие русские, все такие хорошие. — Почему у нас во власти сидит условно Гатаров? Причем я даже не сколько про самого Гатарова, сколько, понимаешь, про всю эту... — Сколько у нас не Гатаровых сидит сейчас в правительстве Российской Федерации? — Гораздо больше Гатаров. — Понимаешь, Медведев, Дмитрий Анатольевич, русский русский... — Не-не-не-не-не, понимаешь, Медведев ментально тот же Гатаров. Чем они отличаются? — Вот началось опять же. А чем ментально действительно Гатаров отличаются? — Понимаешь, национальность — это не только генетика, это еще самосознание. — Ну, какое у Путина там условное русское самосознание? — У Путина? — Я не вижу просто никакой связи между тем, что человек работал в Комитете государственной безопасности или в обкоме партии, и тем, что он русский. Он, блядь, был русский КГБшник. — Прости, русский. — Русский, да, первый секретарь обкома. — В чем, собственно, проблема-то? — Проблема в том, что коммунистом не может быть национальностью. — Да, она была. — Ты как бы приводишь пример функционеров режима, который, в принципе, отрицался от понятия национальность. — А ты живешь в мире, в мире иллюзий, в мире, в мире, когда у Львана Чатровского еще топор во лбу не торчал. — Да нет, он живет. — Ну, значит, у коммунистов нет национальности. — Егор живет, блядь, в каком-то митическом, сука, в городе Китеже, который существует даже не... — Что значит нет национальности? — Это не небесный город Китеж, а город Китеж такой, застраница народ русских. — Был коммунист Ельцин, он был русский коммунист. — Слушайте, ну, вы приводите пример действия советского режима, после чего меня спрашивали, вот они русские, они там что? — А слушай, ну при советском режиме у тебя здесь Чехии и Даги не катались на Паршаках. — Конечно, Чехии и Даги сидели в Кремле. — Потому что была сильная власть. — Чего? — Прости меня, советский режим он в первую очередь создал в том числе вот все эти Кавказские республики. — Нет, это неправда. — Это абсолютно правда, потому что... — Он сделал союзное деление, он национальности он не создавал. — Он в том числе создавал национальности с огромными... — Я как бы всем абсолютно рекомендую книгу Терри Мартина о советской национальной политике, в которой он в подробностях... — Терри Мартин, тебе 26 лет, а нам 37. Вот ты книжки читал, а мы в этой стране жили в тот момент. — И как? Много народов. — Я тебе хочу сказать, что вот этого ничего, конечно, не было. Потому что в отличие от того же Ельцинского режима, в отличие от сегодняшнего, у Советского Союза была очень четкая национальная политика. — Вот ты подумай сам, взять и создать эту... — Каковая национальная политика заключалась в выкорме национальных окраин за счет русских? — Слушай, ты понимаешь, что СФСР была единственной вообще союзной республикой, в которой даже, собственно, компартии не было? — Конечно, потому что это была ЦК-компартия. — Конечно. — Нет, 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 нет. — Здесь сидели все русские. — Так, значит, секунду. Тогда вот, нет, блядь, Егор, ну вот охуяня все. — Значит, кто в секретариате ЦК КПСС конкретно в 1900, например, в 85-м году, на момент прихода Горбачева МС, а в качестве генерального секретаря, я напомню, что Горбачев Михаил Сергеевич натурально из Ставрополя говорил так, вполне себе русский парень. Значит, кто на этот момент в секретариате ЦК, то есть натурально из секретарей ЦК, членов политбюра, находящихся в Москве, был не, сука, русским? — Раз, два, три. — Гришин, Соломин, Соломин, Чебрик. — Один человек. — Не-не-не-не-не. — Один человек, Эдуард Тамброзович Шеварнадзе. — Он потом, он уже при Горбачеве стал членом политбюра, а до этого он возглавлял национальную службу. — Можно, пожалуйста, не называть коммунистов русскими, спасибо. — А кто они? — Ни коммунистов, как у террористов нет национальности. — Какую хуйню, хуйня какая-то полная. — Друзья, вот... — Советский Союз был таким же наследником Российской империи, как сейчас сегодняшняя страна, наследник Советского Союза. — Вот нет ничего более разного, чем в Советском Союзе Российской империи. — Слушай, даже Ильин, который любимый философ, вашего любимого господина Путина, написал прекрасную огромную брошюру, которую тебе рекомендую с ней знакомиться, которая называется просто «Советский Союз, тире не Россия». Не конкретно, по пунктам. — Даже Ильин написал. — Друг. — Даже Ильин. — Каждый национальный дискуль, который не знает, второй секретарь был русский. И это было принципиальное решение. — Тот самый несчастный, обиженный русской нацией, который не было даже собственной компартии. — Спасибо.